Здравствуйте! С вами Андрей Иванов и это Итоги недели. О том, чем запомнилась нам минувшая Семидневка, расскажу вам я и мои коллеги. И начнем с визита губернатора Игоря Кобзева в Ангарск с самого утра и почти до полуночи глава региона провел на различных объектах нашего округа. Повестка визита масштабная. Охватить необходимо было целый блок важных и актуальных тем для муниципалитета. Среди них строительство новых объектов, ремонт социальных учреждений и, конечно, ряд проблемных. Первым делом в центре внимания главы Приангарья МИГЕТ в поселке развернутый серьезные работы. Капремонт Виадука через железнодорожные пути и строительство водопроводной сети. Кроме того, губернатор Иркутской области проинспектировал темпы и качество капитального ремонта двух образовательных учреждений Ангарского округа. Речь идет о школах номер 10 и номер 37. Одна из них уже отметила новоселье, а другая только готовится к переезду. О том, что еще вошло во внимание правительства региона в рамках рабочего визита, расскажем далее. Итоги большой работы. Два образовательных учреждения Ангарского округа в центре внимания правительства Иркутской области. Губернатор региона Игорь Кобзев оценил ход капитального ремонта в здании бывшего восьмого училища. В 2022 году его передали под начальные классы десятой школы. Но прежде чем переехать, необходима масштабная реконструкция. В настоящее время уже выполнена установка оконных блоков, отреставрирован фасад, смонтирована система отопления учебного блока и мастерских, выполнен монтаж холодного, горячего водоснабжения и канализации. Проведена внутренняя отделка помещений. Готовность объекта – 65%. Мы только что осмотрели объект. Самое важное, что убедились, что все сезонные работы наружные будут выполнены в нормальном температурном режиме. Внутри, конечно, объем работы большой, но я думаю, что подрядчик, он уже у нас проверен объектом 37-й школы, приложит все усилия. Естественно, контроль в ежедневном режиме будет осуществляться. Капитальный ремонт здания находится и под контролем полномочного представителем президента России в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Что касается подрядчика, то он проверен. И в этом можно убедиться, посмотрев на новый корпус школы номер 37. Он расположен в здании бывшей гимназии номер один. Свои двери обновленное учреждение в начале текущего года. Можно смело заявить, что на проведении капитального ремонта второго корпуса школы номер 37 имени Героя России Аркадия Королькова было брошено много сил. Задействованы были все – руководство, учреждение, окружная администрация. Теперь здание не узнать. Современное оснащение множества локаций под информативные и творческие занятия, собственный кинозал. Преобразился и двор. На территории образовательного учреждения полностью обновлена спортплощадка, установлен игровой городок и зона для воркаута. По достоинству оценил результат проделанной работы и губернатор Иркутской области. Мы, конечно, прежде всего разгрузили здание основной школы и создали маленькую сказку, я говорю, для ребят начальных классов, потому что это очень важно. Учиться в таких условиях сегодня для ребят, конечно, это большое удовольствие. Ещё одной точкой визита команды регионального правительства стала Ангарская набережная. Глава Приангарья посетил участок, где планируется второй этап берегоукрепления реки Китой. Реализация проекта позволит в том числе и защитить территорию во время паводков. Проехали по набережной. Хороший проект. Мы, конечно, будем помогать в этом направлении. Я считаю, что развитие города, социальной не только инфраструктуры, но и общественных пространств, хорошее единение горожан, в том числе ангарчан. Поэтому будем помогать в этом направлении в рамках нашего социально-экономического партнёрства. И если необходимость, будем подключим, конечно, на федеральную территорию. В завершении рабочей поездки – внимание жителям. Представители местной и региональной властей, депутаты окружной думы детально рассмотрели каждый из заданных вопросов. Вначале тем – ЖКХ, дороги, проблемы с безнадзорными животными в частном секторе, благоустройство, строительство объектов культуры, спорта и образования. Диалог длился более четырёх часов. Все обращения мэр округа Сергей Петров поручил адресно отработать. Исполнение на контроле. Мария Константинова, Наталья Хмелёва, Руслан Ульмасов. Местное время. В Ангарске даже сейчас, в ноябре, не прекращаются строительные работы на отдельных объектах. Совсем скоро в округе завершат возведение площадки для хранения снега. Эта тема становится более актуальной с приближением зимы. Проект удалось реализовать благодаря программе социально-экономического развития. Такой объект единственный в Иркутской области. Каждую зиму жители Ангарска жалуются на несанкционированные свалки, которые с первым снегом появляются в городе. А весной долготают и, ко всему прочему, портят природу. Ежегодно местная администрация борется с правонарушителями, поэтому количество нелегальных снежных скоплений стремительно уменьшается. А буквально через две недели в Ангарске появится единственная в области площадка для размещения снега после уборки автомобильных дорог. «Такой снегосвалки на самом деле нигде нет. Снег достаточно. Теперь мы понимаем, будет для нас дорогой. Здесь только плечо перевозки более 10 километров с квартальской части. Но это требования природоохранной прокуратуры, это наша экологическая безопасность, поэтому мы пошли на это, выделили деньги в рамках программы социально-экономического развития. Порядка 34 миллионов для оборудования вот этой площадки». Сегодня в рамках контракта подрядчик уже завершает установку освещения, лотков и колодцев для сбора талых вод. А в ближайшие дни специалисты закончат укладку асфальта, который в дальнейшем не позволит снегу проникать в землю и загрязнять окружающую среду. Завершить работы планируют в середине ноября. «Вынуждены были пойти на эти расходы, на эти затраты, и не только на капитальные вложения, но еще и будем нести определенные расходы, удорожание процесса уборки, вывоза снега. Но вынуждены это делать, это надо. В перспективе ближайших десятилетий лучше с точки зрения загрязнения не будет, если не предпринимать подобных мер. Поэтому да, то, что мы делаем это первой в области, это говорит о многом». Также главе округа доложили о готовности техники к зимнему сезону. В этом году за уборку снега будут отвечать 32 единицы спецтранспорта. К слову, первого сражения со снегом в этом году еще не было. Но машины и специалисты уже готовы посыпать дороги, чистить тротуары и бороться с гололедом. Егор Сорокин, Андрей Иванов, Дмитрий Щербаков, местное время. К другим темам. Резонансное происшествие в Ангарске на этой неделе всколыхнуло всю страну. Дикое животное из передвижного цирка напало на трехлетнего ребенка. Все случилось в свободный от представления день. Нашим корреспондентам удалось пообщаться с мамой пострадавшего мальчика. Подробнее расскажет Наталья Хмелева. Передвижной цирк – частое явление во многих городах страны. Но что скрывается за блестящей ширмой представлений? Ответом на этот вопрос стал громкий инцидент, который произошел в Ангарске. Судя по программе, в этот день выступлений не было. Однако желание увидеть животных и сделать с ними фото на память было настолько сильным, что по просьбе ангарчанина ему с сыном разрешили пройти на территорию. 28 октября в вечернее время ангарчанин привел своего трехлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Для мамы мальчика звонок отца стал как гром среди ясного неба. Женщина ждала их возвращения после детского сада. Про планы посетить цирк ничего не знала. Я не знала, что он соберется моего ребенка везти в цирк. Я бы никогда такого не позволила с животным фотографироваться. Я очень тревожная мать в этом плане, рассудительная. Поэтому мне поступил звонок о том, что мне срочно приехать нужно в цирку, к заднему входу. Ничего мне не объяснил, бросил трубку. Я такого не ожидала. Думала, может, он просто упал, плакал. Реальные причины оказались страшнее, чем обычное падение. Я не знаю, как это все произошло, но последствия на лицо. Ребенок весь изодран. Я таких ран никогда не видела. Я не видела костей, я не видела мяса. Особенно, когда увидела все это на своем ребенке. Но это я ни одной матери не пожелаю такого. По словам мамы, ребенок находится в детской больнице Ангарска. Ему наложили пять швов на голове. Также у мальчика царапины на спине и ноге. Вчера, 28 октября, в 18.20 в приемное отделение Ангарской городской детской больницы номер 1 бригадой скорой медицинской помощи доставлен ребенок трех лет с диагнозом рваной раны волосистой части головы, лба, укушенная рана левой голени. После проведения первичной хирургической обработки ран ребенок госпитализирован в травматологическое отделение. В настоящий момент проходит лечение. Состояние средней тяжести стабильное. Что касается представителей цирка, то получить комментарии от них нам не удалось. И все же ответить организаторам представлений придется теперь перед законом. По результатам процессуальной проверки следственным отделом по городу Ангарску из СССР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка исполнения законодательства о ветеринарии, об ответственном обращении с животными и организация проведения культурно-зрелищных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на компенсацию морального вреда, причиненному ребенку. Что касается деятельности цирка, то его официальный сайт продолжает работать и распространять онлайн-билеты на свое шоу. Кроме того, в интернете появилась информация, что организация назвала сообщение о нападении на ребенка фейком, а «Пантер» у них в программе и вовсе нет. Расставить точки над «И» в сложной ситуации смогут контролирующие органы. А для мамы трехлетнего мальчика сейчас самое главное – восстановить ребенка после перенесенного стресса. Наталья Хмелева, Александр Черник, Алексей Огнев, местное время. И в связи с инцидентом в Ангарске депутаты Государственной Думы Российской Федерации вновь заговорили о запрете использования диких животных в цирках. По мнению парламентариев, Шапито нарушает все возможные нормы. Вопрос планируют вынести на рассмотрение Нижней Палаты Федерального Собрания до конца 2024 года. Высказался по поводу случившегося и генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный. Дрессировщик отметил, что подобное безалаберное отношение к детям не может остаться безнаказанным. Еще об одном громком происшествии в Ангарске вечером 31 октября. Неизвестные напали на заместителя председателя Думы Ангарского городского округа Александра Куранова. По его словам, нападавших было двое, при себе они имели биты. Факт происшествия в разговоре с нашими корреспондентами подтвердил сам депутат. Вчера подъехав к дому, я разговаривая по телефону, подошел к подъезду, заходя в подъезд, а я получил удар сзади по голове, потом удары посыпались дальше. В разговоре Александр Куранов отметил, что последствия инцидента могли быть гораздо серьезнее, но, к счастью, нападавших спугнули прохожие. Также известно, что депутату понадобилась медицинская помощь. Однако серьезных травм нет. В настоящее время в случившемся разбираются правоохранительные органы. Долгожданное событие в Ангарском округе после продолжительного ремонта. Свои двери для читателей распахнула библиотека номер 3 имени Леонида Беспрозванного. Она имеет историческую ценность для нашего края и является самой крупной в городе. Из обновленного учреждения наш следующий сюжет. Как сказал Иосиф Бродский, свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Одна из самых больших книгохранилищ номер 3 находится рядом со дворцом культуры «Нефтехимик». Ее история началась в 1951 году. Тогда это была библиотека профсоюзного комитета «Комбината-16». Пятиэтажное книгохранилище спроектировано ленинградскими архитекторами Абрамом Тарантулом и Давидом Давыдовым. С 1 января 2014 года она вошла в состав централизованной библиотечной системы как филиал номер 3. А в 2017-м ей присвоили имя журналиста, писателя, режиссера Народного театра «Чудак» и почетного гражданина Ангарска Леонида Беспозванного. Я хочу поблагодарить губернатора Иркутской области, представителя правительства за понимание этой задачи, которую нам необходимо было решить. Действительно уникальное историческое место для города. Таким в городе единицы. Ежегодно библиотеку посещают более 5000 человек, а универсальный книжный фонд включает в себя около 70 тысяч экземпляров, журналов, газет и электронных изданий. Масштабный капитальный ремонт начался в апреле 2023. За почти полтора года все 10 залов поменяли свой облик. На здании заменили кровлю и двери, установили новые окна, привели в порядок фасад, модернизировали системы отопления, канализации, электро- и водоснабжения. Для удобства маломобильных граждан на крыльце установили пантус. А что касается внутреннего состояния библиотеки, чтобы сохранить свой индивидуальный исторический антураж важного для города объекта, многие работы провели в реставрационном формате. Во всех десяти залах восстановили лепнину и парадную лестницу, закупили мягкую и корпусную мебель, витражи и выставочные стенды. Кроме того, приобрели интерактивное оборудование, сделали класс виртуальной реальности со специальными очками, а также открыли музей «Старая библиотека». Конечно, это очень важно. И хочется, чтобы библиотека заиграла новыми красками, сохранив все традиции, накопленные за 75 лет ангарским сообществам, поэтов, театралов, всех, кто любит литературу. Централизованная библиотечная система Ангарска включает в себя коллектив из представительниц прекрасного пола. Именно они на своих хрупких плечах вносили в библиотеку книги и заполняли ими полки. Ангарская система является лучшей на всероссийском уровне. Именно она стала победителем проекта «Пушкинская карта-премия». Я, наверное, скажу, что мы все с нетерпением ждали вот этого дня, вот этого праздника, вот этого открытия. Теперь библиотеки – это не те прежние такие, вот, как сказать, заведения культурные, где выдавали, принимали книги, приходили, читали газеты, там, ну что-то вот такое вот. Теперь это современные мультикультурные такие учреждения, где и информационные какие-то услуги предоставляются, и интеллектуальные, и культурно-досуговые, и мероприятия, все что угодно. Масштабный капитальный ремонт проходил в рамках областной программы развития культуры. На эти цели из регионального и местного бюджетов направлено более 61 миллиона рублей. И, как отметили приглашенные гости и уважаемые читатели, теперь посещать любимую библиотеку станет вдвойне приятней. Вероника Черник, Александр Черник. Местное время. Совсем недалеко от обновленной библиотеки имени Леонида Беспрозванного на этой неделе проходило еще одно яркое событие. Во Дворце культуры «Нефтехимик» состоялось торжественное открытие муниципального молодежного фестиваля «Делай город Фест». В нем принимает участие порядка двух тысяч человек. Их лозунг «Мечтай». Порядка 50 образовательных учреждений округа собрались в зрительном зале Дворца культуры «Нефтехимик». Это более 600 школьников и студентов. Причина – открытие фестиваля «Делай город Фест». Его участники – те, кто состоят в отрядах движения первых, в программе фестиваля, курсы для обучения добровольцев, ориентирования в лесу, работы в медийном пространстве и многое другое. Юные художники детских школ искусств могут принять участие в комикс-завтраке, а музыканты – в симфоническом квартирнике. «Мы подготовили для вас большую программу дни школьных каникул. Надеюсь, что вы зарядитесь энергией, научились, новым навыком и придете уже со следующей недели в ваше первичное отделение в свои школы. И как дадите жару, обещаете? Масса мероприятий, масса новых знакомств, масса новых впечатлений, новых знаний – это все, что вас ждет в эти дни. Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить вас за активность, за поддержку многих тех задач, которые, в общем-то, еще не в ваших компетенциях, но вы уже помогаете их решать». В прошлом году в Ангарском округе открылось 38 первичных отделений движения первых, и эта цифра продолжает расти. «Быть честным и справедливым. Быть благородным и ответственным. Защищать плачев и заботиться о старших. Желаю вам, чтобы ваша энергия носила только позитивный характер, чтобы она объединяла всех вас, чтобы движение было только вперед, только в развитии, и несите славу нашему городу, нашей стране». Движение первых – это современный аналог советской пионерии. Ангарское объединение отметило год со дня основания. Как подчеркивают организаторы фестиваля, в России не хватало такого сообщества, в котором молодежные группы объединяются ради общей цели. На сегодняшний день в нем официально зарегистрировано 3,5 тысячи ангарчан, а в проектах, форумах и конкурсах движения участвуют 7 тысяч человек. Вероника Черник, Александр Черник. Местное время. Продолжаем итоги недели. В Москве состоялся финал национального чемпионата по профессиональному мастерству Обилимпикс среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходили с 26 по 29 октября. Иркутскую область представлял ангарчанин, ученик школы номер 6, Всеволод Ненашев. С юным талантом и его наставником пообщались мои коллеги. Национальный чемпионат Обилимпикс в 2024 году проходил в выставочном центре «Гостиный двор» и на шести дополнительных площадках профессиональных образовательных организаций в Москве. Всего соревнования собрали почти 900 участников из 73 субъектов России. Это специалисты, студенты и школьники. В их рядах достойно состязался ученик ангарской школы номер 6, Всеволод Ненашев. За три года в Обилимпиксе приняли участие 11 воспитанников этого образовательного учреждения. Конечно, все очень волновались за него. И вот здесь нужно сказать, что подготовка СЕВА была очень важна еще и в нашем сотрудничестве с техникумом, ангарским техникумом строительных технологий. Мы с ними сотрудничаем с 2018 года, и они помогают вместе с волонтерами обучать наших таких особых детей именно в направлении информационных технологий. И вот в данном случае педагог Анжела Александровна помогала СЕВА подготовиться вот к этому московскому непосредственно конкурсу, в котором он себя и проявил. Как подчеркивает директор школы Инна Морозова, Всеволод – особенный, светлый и умный мальчик. В течение двух лет он справлялся со всеми трудностями на региональных состязаниях. В этом году Всеволод представлял Иркутскую область на отборочном этапе в Красноярске. Набрав 92 балла, ангарчанин получил приглашение на финал в Москву. Подготовка к следующему этапу проходила в техникуме строительных технологий. Упорно трудиться подростку помогал его наставник Анжелика Иванова. В столице школьник состязался в компетенции администрирования баз данных. Мы с ним готовились в данном техникуме. Каждую пятницу Всеволод приходил после занятий, тратил свое время дополнительно. Мы с ним очень старались завоевать почетное место, потому что Всеволод – ребенок очень умный. То есть в какой-то момент я даже перестала думать о том, что он ребенок с особенностями. Он прекрасный, он умный, с великолепной памятью. Когда появились результаты, я был счастлив настолько, что я вообще не верил в свою победу. И я знал, что за меня болели мои родные, наставник и моя школа. И от этого я счастлив вдвойне. Ангарский техникум строительных технологий, помогая студентам с ограниченными возможностями здоровья, получит среднее профессиональное образование. Ну, вообще это очень значимо для техникума и для школ. Почему? Потому что вот когда мы проводим вот эти конкурсы, значит, они приходят к нам, конечно, некоторые школы по этим специальностям работают, кто-то по другим специальностям. То есть они смотрят, это их будущее. То есть это идет развитие будущей профессии. То есть если вот он, допустим, информатик выбрал вот эту профессию, то в будущем у нас эти профессии есть. У него большой шанс поступить к нам, потому что он участвовал здесь в конкурсе, занял призовое место. Это дополнительная баллова. На чемпионате в Москве ранных Всеволоду практически не было. Своими знаниями, умениями и подготовкой он обошел даже хозяев соревнований. Единственный, кто не пустил его на первую ступень пьедестала, это школьник из Татарстана. Ну и второму месту на состязаниях всероссийского уровня ангарчанин очень рад, а семья им гордится. Вероника Черник, Александр Черник, Алексей Огнев и Дмитрий Щербаков. Местное время. Новый, уникальный объект в Ангарске. Долгожданное событие для всех любителей спорта. 31 октября состоялось открытие скейт-парка. На территории оборудована эйр-зона и памп-трек для спортсменов с различным уровнем подготовки. В торжественное открытие посетили известные атлеты, первые лица округа и, конечно же, мои коллеги. Идею создания в Ангарске места для занятий экстремальными видами спорта начали обсуждать давно. Важно было учесть все детали и опыт строительства подобных сооружений на других территориях. На торжественном открытии ангарчанам представили бетонный скейт-парк, оборудованный четырьмя зонами для спортсменов с различным уровнем подготовки. Ждал город, наверное, очень долго. Сама реализация проекта началась в прошлом году. Подготовительные работы, проектные работы были выполнены. Привлечена профессиональная организация, которая, в общем-то, эти парки по всей России строит. Поэтому выполнено все качественно, выполнено все в соответствии с требованиями. И, естественно, мы рассчитываем аккредитовать этот парк для проведения российских соревнований. В парке оборудовали стрит-плазу и боул. Появились эйр-зона с трамплинами и платформами для отработки трюков в воздухе. А также памп-трек со специальными ямами, кочками и контруклонами. На территории светодиодные светильники и 10 видеокамер. Установлены лавочки и урны. Я очень рада, что в нашем городе появился такой объект спортивный. Данный памп-трек нам очень важен, потому что наш BMX-рейс распространяется и на памп-трек, который набирает популярность во всей России и во всем мире. Поэтому нам такие объекты нужны, важны. И мы очень рады, когда, конечно, строится и развивается спорт в нашем городе. В день открытия новый скейт-парк посетили сотни ангарчан. Многие подчеркнули, что к проекту подошли со всей серьезностью. Именно поэтому объект станет одним из самых посещаемых мест в городе. А депутаты отметили, что хотели бы видеть подобные места и в других частях города. Учитывая близость домов, было принято решение разместить его здесь. А юго-западная часть города в связи с этим, конечно, оказалась неохваченной такими объектами. Поэтому я уже месяц назад вышел с инициативой создать не нечто подобное, но хотя бы небольшое подобие вот этого всего и сделать это в парке ДК «Современник». Напомню, что современный спортивный объект появился в парке «Десятилетие Ангарска». Теперь эта территория – место притяжения не только для ангарчан, но и для сотен жителей региона. Важно помнить, что подобные спортивные занятия травмоопасны. Поэтому на входе в скейт-парк установлены информационные стенды, с которыми необходимо ознакомиться каждому. Егор Сорокин, Александр Черник, Алексей Огнев, Дмитрий Щербаков. Местное время. Наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. До встречи.